Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке Бравл Старс. Прошлая серия многим очень понравилась, я решил продолжать играть дальше, чтобы вы потом снова мне не писали то, что я записал 2 или 3 видосика и снова 500 лет не снимал Бравл Старс. Так, сегодня у нас, в общем-то, будет такая серия, которую я очень странно буду делать, хотя и прошлая была достаточно странная, но сегодня мы хотя бы будем играть не на новом аккаунте, а уже, ну, получается, на текущем, как бы, как вот это правильно сказать? Тогда у меня типа старые видео были, а сейчас уже типа актуальные видео, вот. Я перед тем как раз-таки видео, которое я записывал вот последнее по Бравл Старсу, не запустил запись, когда решил открыть обычный вот такой вот полненький бокс, этот, как он называется, большой, и вот эти вот маленькие, у меня их там 2 штучки было. Ну, я думаю, да какая нафиг разница, зачем запускать типа запись, все равно ничего не выпадет. И как же я ошибался. Мне, блин, выпал Сэнди, мне, блин, выпал Сэнди, это просто, это вот, это просто что-то нереальное. Я вам серьезно говорю, он мне выпал вот как раз-таки перед прошлой серии. У меня, конечно, скрин, кстати, остался, я его тут специально подготовил. Смотрите, тут даже написано то, что это было в среду 18.43, ну вот реально, как раз-таки перед тем видосиком. Ну, среда, если что, это, я не помню, какое число, ну, короче, за день до выхода видосика по Бравл Старсу. Если что, не обращайте внимания на то, что у меня тут на немецком, просто я обычно на нем играю в Бравл Старс. А сейчас, как бы, я записываю видео, и из-за этого я, в общем-то, рублюсь на русском языке. Так, ну и что, сегодня у нас, в общем-то, Сэнди, по плану мы сегодня поиграем за него. И также откроем 32 обычных маленьких ящика и один вот этот вот большой, в общем-то. Потому что я уже не могу просто позволить, чтобы остальные лего, точнее, остальная одна лего мне выпала из какого-нибудь ящичка, вот этого маленького. Потому что самое первое лего, которое мне выпало, это был Ворон, он мне выпал из самого обычного ящика. Второе лего, которое было, это был Кактус, он мне тоже выпал из самого обычного ящика. Ну, на них даже задонатить, по-моему, нельзя. Они, как бы, тупо набираются за жетончики, которые по времени. Вы сами это все видели. Сэнди мне тоже выпал из самого обычного ящика, но он уже большой. Вот, и его можно задонатить, если я не ошибаюсь. Ну, а Леон, этот говнюк, мне до сих пор так и не выпал. Я не знаю, я уже сколько играю, но мне кажется, Леон, это действительно вот такой самый противоречивый персонаж. Получается, он никогда тебе нафиг не выпадает, когда ты уже очень давно играешь. И он может тебе выпасть с самой первой лего. То есть, вот, реально, очень противоречиво. Так, ладно. О, кстати, на Сэнди вот, наконец-таки, начали выпадать. Я вам говорю, что это абсолютно новый игрок. Бравлер, точнее, у меня вот первые на него только шесть эти выпали. Как это называется? Очков, шесть очков. Фиг его знает, что-то я об этом никогда не задумывался. Не знаю. Шесть этих силы. Фиг его знает, что это, короче, такое. Так, и еще, я еще хотел вам акцию показать. У меня тут акция. Я не знаю, 1410. Это до полной прокачки, что ли, получается, Сэнди? Достаточно, в принципе, такая приличная нафиг акция. Тут скидка просто нереальная. Ну, вот, Сэн, посмотрите. 643, становится 269. Ну, зачем мне сонный Сэнди? Не знаю. Зачем мне столько на него очков, когда на первом левеле можно спокойно его прокачать? Я вон Тика, когда он только вышел, прокачал до самого последнего... Ну, не до самого последнего. Это на тот момент был самый последний ранг. Я прокачал его до 500 на первой силе. Потом только начал улучшать. Сейчас у меня вон Бит тоже на первой силе прокачан до 500. Вот его вообще на изи можно было. Так, ладно, давайте, в общем-то, открывать дальше ящики. Может быть, сегодня случится такая жесть, что мне подфартит, я не знаю. Ого! 12 кристаллов! Чё так много? Обычные ящики чё-то в последнее время меня очень радуют. Кстати, смотри-ка на Шелли сколько навыпадало уже. 30 сил на Шелли выпало за всё это время, пока мы открываем. Да ещё кристаллы. Я никак не связан с этими Бравл Старсерами, разработчиками. Я не знаю, чего мне так хорошо сегодня выпадает. Почему именно на видео или перед видео как раз-таки. Но это очень странно было, на самом деле. Я давным-давно не записывал. Бравл Старс потом такой решил, да ну давай-ка вот я запишу. И мне просто вот перед этим прям выпадает Сэнди. Я офигел. Я просто офигел. Так, Пока тоже немножко прокачивается. Так, ладно, давай дальше. Ну давайте, короче, тогда я не знаю, до 15 доведём. О, удвоитель жетонов ещё. И те я ящички оставлю. Хочу просто до соточки, может быть, накопить. До 50 тоже потом как-нибудь открыть. Вот. Так, здесь чё? Нифига. Блин, мне даже на эту не выпало до конца. Ещё 5 не хватает всего лишь на шеле. Шеле, шеле, шеле. О, 3 предмета. Но это из этого ящика не всегда обещают что-то хорошее. Ого, Сэнди, кстати, на 1 левел можно прокачать. И 8 бит, 16 выпало штучек. Ну неплохо, в принципе. Пооткрывали так. Так, и мы с вами, наверное, пойдём в столкновение, что ли, или куда. Ну вообще, на самом деле, мне за Сэнди больше нравится играть в этом, где нужно собирать... Хотя ладно, давайте столкновение в парное пойдём. У меня тут неровно, конечно, но я так подумал, лучше сейчас парных набить, потому что потом когда-нибудь не выпадет Леон. И чтобы его не мусолить особо долго на низких кубках, его 100% нужно будет в столкновении в соло, в принципе, апать. А там вообще, на самом деле, легко. Я не знаю, я даже в соло за Сэнди, когда играл, вообще на изи как бы выигрывал. Хотя, казалось бы, блин, ты стоишь, тебе нужно 7 ударов на первом левеле сделать, чтобы сбить хотя бы один ящик. Так, ты чё по мне палишь? Вон иди лучше другую, эту лутай. Хотя, наверное, лучше бы ты со мной пошёл. Блин, я одну промахнулся. Ох, сейчас бит, короче, заберёт этот у меня. Сейчас бит 100% заберёт у меня один из этих. Ах, ты ж гад, а. Хитрющий ты чё? Хух, я выжил. Нормально. Но я очень сильно рискую, потому что, блин, на самом деле Сэнди как бы это такой перс, который не особо-то должен как бы... Ой, блин, мы сейчас походу вообще проиграем. Ё-моё. Ёк-макарёк. Хе. Роза... Ай-яй-яй-яй, Иннет, ты чё? Ты чё, Иннет? Офигеть. Чё такое? Такого вообще практически никогда не бывает. Чё за жесть? Видимо, какие-то помехи произошли. Ладно, хорошо то, что я выжил хотя бы. Блин, у него сейчас роза восстановится. Он свой суперудар полностью профукал. Да уж, у нас, короче, получается здесь полный отстой. Это, мягко говоря. М-м-да. Его снова сняли. Ладно, надеюсь, на них хотя бы сейчас робот загрится. Но даже если на них робот загрится, это особо им не страшно. Потому что у них неплохо так по этим, как его... Оп-оп-оп. Ага. И сейчас мой дружбанчик восстанавливается. И мы просто на изи этого чувака забираем. Ну да. Либо не забираем, потому что мой чувачок чё-то делает не то. Ну мог мы меня-то так-то подождать, чтобы мы вместе собрали? Ой, вот это хорошо. Ну хотя тут уже, чувак, чё-то... Нечего метаться, так сказать. На нас ещё робот. Ну да, та команда как раз-таки и осталась живая. У них, наверное, там под 17 уже. Вон 19. Ё-моё. Офигеть. Ого! О! Офигеть. Чувак, да ты красава! Вот так суперудар он выдал. Я вообще не понял, чё произошло. Хотел бы повтор, конечно, пересмотреть, но... Надо 400 трофеев. Вот так он выдал! Ё-моё! Либо они и так были очень сильно надамажены, либо чё. Я не понял вообще прикола. Это как-то получилось очень странно. Как мы выиграли этих чуваков? У нас даже этот, как его, не было столько силы, сколько у этого... Как его, у Розы у них, у слабейших... Ну, у тиммейта послабее. Блин, чё-то я так туплю. Так, ага, всё, давай, сливаемся как мясо в самом начале. У них Тик стоит, вообще просто не двигается. Ладно, сейчас, в общем-то, потихонечку будем ковыряться. Вот, здесь особо можно и не рашить, в принципе. Ну, Тик, это перс, конечно, такой серьёзный. С ним лучше не играться. Вот, он разбирается со всеми прям... Ай-яй, как хорошо. Ну, Роза у нас тоже ничего так разбирается со всеми. Так, ну, можно будет этот невидимку сюда бросить, в принципе. Так, хотя... Можно и не бросать. Фух, ё-моё! Братцы-кролики. А вас неплохо так подамажили. Ладно, сейчас они будут сюда выходить, а мы их будем, в общем-то, на этом ловить. Хать-хать! Отлично! Ну, мне кажется, он зря свой суперудар тратит на эту ерунду. Как бы... Ну, тут всё, до свидания, в принципе. И всё. А, нет, ещё не всё, ещё один кристальчик. Ай, блин, один кристальчик, это, конечно, дело не особо приятное. Ой, сейчас, смотри, этот прыгнет и нам как бы может устроить не особо-то приятное зрелище. Смотрите, вот так делаем. И, в общем-то, можно ещё немножко их подамажить. Ну, это прям этот, как его... Не особо-то профессионалы попались против. Блин, они что-то помереть так могут от яда-то, бегают, веселятся, блин. Так, и у нас, получается... Ну, в принципе, у них тоже по одной силе. Причём это лего, а тик, это он за 6 тысяч, да, выдаётся вроде, если я не ошибаюсь, кубков. Я ещё, кстати, иду к 120-му уровню, наконец-таки, и мне дадут последнюю... А, нет, не последнюю, предпоследнюю картинку, которую я могу поставить. Я заметил, что она очень многих стоит, вот она, вот эта вот. И у меня ещё не хватает, естественно, Леона. А так у меня Морти стоит, потому что это мой любимый, в принципе, перс. Ну, вообще, я вот... В прошлой серии он у меня был не так сильно прокачан, 600, может быть. Я сотку на нём вот в этом режиме вообще на изи набрал. Так этот, как его за Сэнди, вроде, собирались играть. А сейчас решили из-за этого заодно сыгрануть за Мортиса. Но я вам просто покажу, как я обычно рублюсь. И вот как я вообще налегке на Мортисе набираю тут кучу-кучу-кучу кубков. Это прям... Ну, не знаю, этот режим всегда в самом конце сезона, как бы. И я вот на нём достаточно неплохо так рублю. Ой, за нас, кстати, этот играет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нам помирать нельзя. Этот сейчас умрёт. Да, он помер. Блинский. Блин-блинский. Мне сейчас тупить нельзя, короче, тут. Сюда сейчас летим и забираем, в принципе. Оба! Отличненько. И можно аккуратненько вот сюда вот вставать. Ага, смотри-ка. Ох ты! Хитрюще, смотри. Ладно, спасаем нашего друга. Так. Ну, это уже кубки не такие низкие, на самом деле, в принципе-то. Так что тут надо посерьёзнее играть, а не как я обычно. Как балбес. Так, о! Ну, не знаю, насколько, конечно, эта тема будет здесь крутой. Ой, блин, как же он этот, как его. Жёстко меня наказал, конечно. Ну, ещё жалко то, что он суперудар свой не истратил, потому что, если бы истратил, было бы получше. Но, наверное, если бы истратил всё-таки, то я бы тоже помер. Ага. Здрасте! Вы чё тут? Оба! Блин, я не в ту сторону немножко запустил этот. Ё-моё, меня сейчас эти два братца-то заберут. Забрали. Чё-то как-то я вообще не в ту сторону автоатакой запустил этот, сжигатель жизик. Прям, ну, вообще офигово получилось. Ну, меня, наверное, сейчас пропалят тут по-любому. Такс. Ага. Ах, блин, ну как же ты вовремя всё-таки накопил свои... Ой, блинский, меня тут вообще просто наказывают. Чё-то я выпендрил с то, что в этом режиме легко говорил, набираю, да? Ну, походу, не сегодня. Походу, не сегодня, ребят. Чё-то у нас тут на ничью дело образовалось. Тут либо не рисковать, либо рискнуть и сделать, в общем-то... Ах ты, блин, ну я ещё тут и умер в конце. Ну, мне немножко не хватило, в принципе, чтобы их забрать. Можно, в принципе. Ну, я просто хотел выиграть, не хотел я ничью, и мы проиграли в итоге. Ну, на самом деле, пофигу. Потому что это так уж ерунда. Вот, кстати, клан я ещё что-то не создаю пока что. Я даже этого ни разу не делал и не знаю, как это делать, на самом деле. Так, ладно, давайте сейчас соберёмся. Просто, видимо, мне что-то немножко не фартануло. Тупил я жёстко. Ну, вообще, на самом деле, вот такие микро-моменты тут очень жёстко. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, я тупанул. О, нет, не тупанул, кстати, мне повезло. Ну, хотя я тупанул, как бы, в любом случае, но мне просто повезло. Блин, ну... Прицелился, конечно, я, как полный нубяра. Ладно, окей, видимо, на видео специально нужно так нубить. Окей, всё, ладно, без проблем, я понял тебя, игра. Ой, ну неплохо, кстати, она... Ох ты, она очень неплохо попала. Ага, и там у нас ещё этот, как его, ковыряется немножко. Бейк, бейк. Ну, да, можно было и не тратить, в принципе. Так, хорошо. Там у нас розочка, и она... Ага, и она, в общем-то, идёт воевать. Всё, отлично, там сняли. Ну, в принципе, с этими ребятами уже полегче. Такое ощущение, что тут немножко какие-то поменьше, что ли, кубки. Или тиммейт у меня больно хороший, фиг его знает. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, меня тут наказывают. Ой-ёй-ёй, как меня наказали. Хотя, в принципе, по-моему, туда можно было спокойно запрыгивать и их добирать. Там они все лоу-хпшные были. Так, здрасте, блин. Достал, сидишь тут, блин, пердишь и мешаешься. О, вот так чё творит этот молодец-то, а? Мне очень нравится, как он играет, ворон. Прям очень неплохо. Блин, ну мне бы сейчас не умереть, надеюсь, он не достанет. Отлично. Но я играю точно не на лучшего игрока. Хотя, блин, столько я дофига игр до этого сыграл. Ну, видимо, уже вот до 700 кубков дошёл. Тут уже, ребята, посерьёзнее. Я, в принципе, не совсем на их левел играю. Так. Ага. Да чё у неё так долго-то этот суперударчик-то был? Здравствуйте, блин. Ага, ещё раз здравствуйте. Ну, пять звёзд, конечно, я набрал себе, но это такая уж ерунда. Ладно. Неплохо получилось. Блин, ну я люблю играть за Мордс. А нет, я ещё и звёздный игрок. Чё за фигня какая-то? Не знаю, вроде не так жёстко играл. Ну, до этого так-то было очень неплохо, в принципе. Вот поражение, например. Так, вот. Тут, типа, я просто рубился, и было куча побед. Одно поражение, одна ничья, и как бы куча-куча побед. Вот ещё поражение. Но там уже идёт, в принципе, другое. А чё я тут делал-то? Ага, тут я за Сэнди, кстати, рубился. Тоже прокачивал немножко. Вот. Я пока что встречал только одного человека, у которого Ник был на меня похож. Так, он даже мне сегодня попался. Я даже проиграл. И он был, по-моему, там этим, как его... Блин. Чёрт, ну не отображается. Это уже давно, получается, было. Но, блин, этот чувак впервые попался... Ну, даже не впервые, на самом деле. Я и до этого видел, но... Просто тогда я даже никогда не говорил, что играю в Бравл Старс. Вот. А сегодня вот встретил. Ладно. О, кстати, мы накопили ещё один ящик. Давайте мы его тоже сейчас откроем. Когда успели? Ох, на Бибе 25. Нифига себе. Короче, Сэнди выбили. Информацию я до вас донёс, в принципе. Я не знаю, как мне снова так повезло. Это очень противоречиво. Серьёзно. Я никогда... Вот. У меня, получается, сколько мегаящиков я открывал всего? Ну, вот все вот тут вот, которые были, может быть, по акции, там, ну, штучек 5-6, может быть, максимум. Вот накопленные кристальчики тратил. В принципе, там, когда по акции сразу 2, по цене, короче, очень дешёвый. Либо 1 дешманский, по 49, что ли. Ну, вот, в принципе, так открывал. Мне ни разу никакой лиги не выпадало. А вот из обычных мне летят лиги только так. Конечно, не так часто, но всё же, блин, это удивительно. Ладно, в общем-то, ребята, теперь буду за Сэнди, в принципе, нашего нового спящего чувачка. А, блин, он, кстати, ещё когда в игре, у него тоже эта сопелька надувается, когда сверху-то смотришь. В общем-то, буду продолжать за него играть. До 500 кубков его, может быть, добью. Кстати, я уже 15 тысяч кубков набрал. Это пока что мой рекорд. Вот. До конца сезона у нас один день. Ну, ладно, в принципе, может быть, ещё немножко Сэнди прокачаю и посмотрим. Потом вам покажу, какой рекорд, в принципе. А так, может быть, если вам, кстати, интересно по поводу каких-нибудь открытий или донатов подписчикам, вот, то пишите в комментариях, может быть, в ВК пишите по поводу своих этих, как его, аккаунтов, вот, интересных. Может, кто-то что-то там накопил неплохое такое, чтобы я открыл. Может быть, у кого-то там какая-то интересная акция, чтобы я там задонатил. Вот что-то вот типа того. В принципе, пишите. Буду читать, в общем-то, ваши сообщения и записывать уже с этим видео. На этом всё, друзья. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.